Вице-президент по маркетингу и интеграции компании E-Serve Global. Катя сегодня поднимет очень интересный вопрос, мне кажется, он уникальный, и никто, кроме Кати, этот вопрос не подумает на нашей конференции. Каким образом зависит лояльность абонента от того, использует он или не использует мобильные платежи? Давайте послушаем, что нам скажет Катя. Спасибо, Ольга, спасибо всем за то, что принимаете меня здесь. И я хотел бы поблагодарить организаторов и господина Соломатина за то, что он пригласил меня сюда, и за то, что позволил мне открыть красивую Москву. Особенно хочу поблагодарить переводчиков, которые замечательно справляются с задачей перевод для нас, кто из нас не понимает по-русски. Тема моего выступления – это мобильные деньги как катализатор удержания клиентов. Сначала я хотел бы представить, что мы делаем в E-Servs Global. Мы – компания, занимающая разработкой ПО, 30 лет опыта в Европе, Ближнем Востоке, Африке и Азии. У нас есть двери в нашем портфеле. Мы, во-первых, специализируемся в мобильных деньгах и дополнительных видах обслуживания. В области мобильных денег мы делаем все, что связано с мобильным кошельком, также с пополнением припэд-счетов, электронным пополнением, пополнением потребований. А по глобальному кошельку мы поддерживаем мобильные денежные средства, переводы средств, оплату счетов, клиентские покупки, мобильную коммерцию. И также у нас есть уникальное предложение – международный узел, который расположен в Бельгии, для обработки международных денежных переводов. Что касается дополнительных видов обслуживания, у нас есть решения по маркетинговым и рекламным компаниям, обеспечению программ лояльности, система, которая позволяет собирать и анализировать данные о клиентах для организации таких упреждающих компаний. Также у нас есть, так сказать, платформа для вас услуг, для работы с сообщениями и так далее. Вот несколько более подробная картина наших решений в области мобильных платежей. То есть фактически вы можете, используя наши решения, оплатить свои услуги связи практически с любой точки. В магазине, с банкоматой, через QR-код, через интернет. Мы отключаемся к сети, к интеллектуальной сети, к биллинговой системе. И, как я сказал, выполняем все операции, необходимые для обеспечения перевода средств, для пополнения счетов, поддержки купонов и программ лояльности. Также предоставляем prepaid-карты. Это может быть мастер-кад или виза для компании в качестве мобильного кошелька, с тем, чтобы она могла использовать мобильный кошелек в любой магазине или в любом банкомате. Мы также предоставляем все больше услуг мобильного финансирования. Это не просто пополнение счетов, но и микрокредиты, микрострахование, микросбережение. Это то, что называется мобильные деньги версии 2.0. Давайте посмотрим на российский рынок. Мне необходимо было поискать информацию, прежде чем приехать сюда, чтобы привести ее в свое выступление. Я узнал из этих исследований, что рынок здесь огромный. Проникновение 160%. И тут уже говорили, что у каждого есть как минимум 2-3 сим-карты. И 85%, а кто-то сказал, 95% говорит абонентов, работают по схеме prepaid. Это означает, что это объясняет чуть не высокий показатель оттока. И как я услышал из Инессы, из Отели 2, от Инессы и Отели 2, что на самом деле отток находится на гораздо более высоком уровне, порой до 50%, а то и 60%. Очень высокий отток. Давайте посмотрим на это с точки зрения финансовых услуг. Россия имеет экономику, опирающую в основном на наличных. И только один из четырех россиян имеет банковский счет. Мало кто пользуется банковскими услугами, хотя их число растет. В то же время общий объем мобильных платежей должен выйти на 40 миллиардов рублей в этом году. Это очень большой прорыв, очень большое достижение. Кроме того, к 2017 году этот показатель должен утроиться. Таким образом, у населения есть все основания для того, чтобы использовать свои мобильные устройства не только для использования услуг связи, но и для осуществления финансовых транзакций. Ну и, наконец, мобильные деньги рано или поздно станут доступными для потребителей. Это вот, если угодно, фонд. Давайте вернемся теперь к теме нашей конференции. Она заключается в удержании клиентской базы, борьбе с оттоком клиентской базы. Тут отсутствует какой-то секретный рецепт, как этого добиться. Все знают об этом. Во-первых, необходимо выступать с рекламными предложениями и проводить кампании в области лояльности. Дальше необходимо, чтобы услуги, которые вы предоставляете клиентам, заказчикам, привязывали их к вашей сети, чтобы у них не было желания уйти от вас. Наконец, третье – это сочетание первого и второго. Ну и теперь я хочу пройтись по каждой из этих трех позиций по отдельности. Итак, первое – это реклама и продвижение различных программ лояльности. На самом деле мы сейчас будем говорить о основах маркетинга. Для того, чтобы заниматься всем этим, необходимо сегментировать клиентскую базу, далее необходимо идентифицировать целевые сегменты. И, наконец, необходимо должным образом сформулировать посыл к тем целевым аудиториям, которые выбрали. Сегментация клиентской базы не сводится только к CRM. Это не только операторы вашего контактного центра, это не только социальная, экономическая ситуация. Это еще и сигналы поступающей сети, сколько человек звонил в течение недели, какая плата с него была взята, сколько раз он пополнял свой счет и так далее. Все это очень важно для того, чтобы идентифицировать отдельные сегменты клиентской базы. Далее – адресация правильно выбранной целевой аудитории. Как только мы собрали эту информацию, мы можем с легкостью разработать маркетинговую кампанию, которая будет нацелена на те или иные сегменты вашей абонентской базы. Допустим, я хочу работать с молодыми людьми, живущими в этой провинции, которые на этой неделе положили на счет более чем такая-то сумма в рублях. Мы проводим кампанию через радио и телевидение, например. И тут же выполняем то, что мы обещаем этой целевой аудитории. Я бы, кстати, хотел добавить сюда очень важный четвертый пункт. Это разъяснение сути программы. Зачем мне нужно участвовать в этой программе? Просто, чтобы мой оператор мог меня удержать? Нет. Вы должны разъяснить. Более того, ваше предложение или ваша реклама, ваш промоушен должны быть своевременными. Клиент должен понимать, что он получает ту или иную рекламу, потому что он сделал то-то и то-то. Ну, например, как только в течение недели абонент потребил трафик на 100 рублей, он получает смс, гласящий. Вы истратили 100 рублей. Если вы потратите еще 20 рублей, вы получите право отправить такое-то количество смсов бесплатно. И абонент не только в реальном масштабе времени получает эту информацию, он понимает еще, почему он ее получил, с чем это связано. Таким образом, поощрение в реальном масштабе времени и хорошее понимание сути программы клиентами. Это очень важно. Теперь я пытаюсь показать, что мы проделали в одной африканской стране. Это операторская компания, входящая в состав Orange Group. Здесь существует так же самая ситуация, что и в России. У каждого человека имеется по 3-4 сим-карточки. По сути, они владеют сим-картами всех операторов связи своей страны. И это дает им возможность в каждый отдельный момент времени выбирать самые низкие расценки. Например, Orange предлагает самые низкие расценки вечером, а Vodafone – утром. И таким образом, переставляя симки в своем телефоне, я выбираю того или иного оператора, чтобы платить меньше. Мы можем оценить наших потребителей с учетом их привычек и поведения. Мы разделили их на разные категории – серебряная, золотая, платиновая. Наша цель заключалась в том, чтобы провести целенаправленную работу с теми, кто тратит в нашей сети больше денег. С тем, чтобы иметь возможность перевести тех, кто относится к серебряным уровням, на золотой, золотого, на платиновый и так далее. В первые 6 недель мы смогли на 83% увеличить расходы наших абонентов. Люди получили рекламное предложение, оно было хорошо разъяснено, они поняли, что если они будут больше времени проводить в сети, непосредственно разговаривать по телефону, они будут получать бесплатные, будут иметь возможность отправлять бесплатные смс-ки, какие-то другие транзакции, осуществлять на более выгодных условиях. Иными словами, эта услуга, эта компания оказалась очень успешной. Дальше, я говорил о второй позиции, втором ингредиенте рецепта, это привязывающие услуги. Ну, давайте посмотрим. Если мы оцениваем годовой отток абонентской базы у телекоммуникационных операторов России в 6-18%, в других странах он намного больше. Давайте посмотрим, как это выглядит в банковском секторе. В банковской отрасли отток клиентской базы менее 6% вне зависимости от экономической ситуации. То есть, имеет место кризис или нет. То есть, даже если клиент не удовлетворен услугами своего банка, он все равно остается клиентом этого банка, потому что в этом банке хранятся его деньги. Если исходить из того, что 3 из 4 россиян не имеют банковского счета, почему не предложить им услуги, финансовые услуги, базе предложения мобильных операторов? То есть, в данном случае мобильные операторы могут выступать как поставщики услуг типа электронный кошелек, мобильный кошелек, с помощью которых абоненты могли бы ошлять денежные переводы, перечислять деньги домой, пользоваться другими услугами, такими как микросбережение, микроакредитование, микрофинансирование. Мобильные деньги – это не только платежи на самом деле, это еще и выплата заработной платы. Люди могут автоматически получать на свои электронные кошельки свою заработную плату. Далее – это операции типа кэш-ин и кэш-аут в отделениях банков и банкоматах. А это вот наш хаб денежных переводов, который расположен в Бельгии. Он позволяет людям, находящимся в Европе, США и странах Персидского залива, перечислять деньги непосредственно на электронные кошельки с использованием MSSDN. Транзакция занимает всего лишь две минуты. С того момента, как я отправил деньги до момента их получения получателям, уходит всего лишь две минуты. При этом мы осуществляем взаиморасчеты между операторами, которые предлагают услугу мобильные деньги. Сегодня этот хаб живет и работает, и поддерживается крупнейшими операторскими группами, такими как Vodafone, MTN, Qtel, Leica – это Европа. Если говорить о других странах и регионах, таких как Марокко, Филиппины, Китай, там тоже есть операторы-партнеры, банки активно участвуют в этой сети. Третий момент – это сочетание первого и второго. Необходимо запускать новые услуги типа мобильные деньги и стимулировать их использование абонентами. Необходимо также осуществлять кросспродвижение как телекоммуникационных услуг, так и финансовых услуг. Это дает вам возможность осуществлять капитализацию на основе имеющихся у вас данных. Вы знаете, какие у ваших абонентов привычки. Вы можете на основе этих данных формировать целенаправленное предложение, добиваясь большей лояльности ваших абонентов. Это вот примеры. Такой кросс-реклам. Третьте 10 евро из вашего мобильного бумажника на этой неделе и получите дополнительные 5 минут бесплатного разговора. Потратьте 6 или 5 евро из вашего мобильного бумажника в супермаркетах А, Б или В в этом месяце и получите дополнительные 10 минут бесплатных разговоров по телефону. Ну и так далее. Эта ситуация выгодна для всех. Она выгодна и операторам связи, которые имеют возможность получать дополнительную отдачу от имеющихся у них данных, одновременно заручаясь большей лояльностью своих клиентов. Это выгодно и для финансовых институтов, партнеров, финансовых учреждений, которые получают доступ к клиентам, доступ к которым раньше они не имели. У них появляется возможность более точно оценивать своих клиентов и обмениваться данными у клиентов. Это выгодно также и для самих клиентов, которые получают доступ к нужным финансовым услугам, получают доступ к сети операторов и целый ряд других выгод. Это мой любимый слайд. Мы являемся свидетелями рассвета нового поколения мобильных финансовых услуг. Услуг для тех, кто сегодня не охвачен банковскими услугами. Вот, собственно, к чему хотела бы свести свою презентацию. Большое спасибо. Катя, тогда вопрос модератора. Да? Or I can switch into English? Окей. Wait. Катя уже с переводчиком. Итак, тогда всем в зал. Вопрос модератора Кати. То, что было мне очень интересно, и по моему мнению, может быть действительно интересным опытом для нас. Катя, был ли случай, действительно, вот вы перечисляли, когда пример таких кросс-офрингов финансовых и телекомовских приносил действительно уменьшение тока, и на какой процент уменьшения тока, естественно, в абсолютных цифрах может рассчитывать оператор, потому что все российские операторы либо уже приобрели свой банк, либо в этом направлении движутся и приближаются к цели. Я считаю, что это очень актуально, и было бы интересно присутствующим на нашей конференции. Да, мобильные деньги – это довольно молодой рынок. Я берусь утверждать, что наша рекламная кампания, связанная с запуском новых услуг типа мобильной деньги, была очень эффективна с точки зрения охвата тех клиентов, которые могли использовать эту услугу и были склонны к тому, чтобы зацепиться за нее. Но вначале мы проанализировали поведение этих клиентов, мы посмотрели, как с них взимается плата, как они используют сетевые услуги, и на основе этой информации мы выступили с адресным предложением, с целенаправленным предложением. Потом пытались оценить, насколько это их действительно зацепило. В одной африканской стране мы провели такую оценку. Там коэффициент оттока с момента внедрения услуги мобильные деньги снизился на 30%, 40%, извините. 4,0, да? 4%. Это только один пример. Есть другие примеры. Вы должны знать, что мобильные деньги могут оказаться очень успешными в одной стране и менее успешными в другой стране. Есть масса параметров таких, как регулирование поведения абонентов. Но выбрав правильные параметры, вы принимаете правильные решения. Очень интересное и содержательное выступление. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!